Всем добрый день! Сегодня 24 июля 2024 года. Среда, город Харьков, на улице плюс 26. Сейчас на улице преимущественно солнечно, без осадков, с ветром. Долгота дня сегодня 15 часов 35 минут. Ночью температура воздуха достигнет плюс 15 градусов. Будет без осадков, ветер 4 метра в секунду, влажность 60%. Всем добрый вечер, дорогие друзья! Как вы видите, я сегодня поздно снимаю. Ну что, по погоде. У нас сегодня не то, чтобы было жарко, а после вчерашнего дожди крепко промочило. Сегодня поливать мы точно не будем. Насчет завтра не знаю. Ночью шел дождь, потому что утром мы встали, и видно было, что земля еще не высохла там даже на огороде, и асфальт весь был полностью мокрый, но это было в 5 утра. Вот, поэтому как-то дождик, если пришел, то он пришел, и такой конкретный пришел. Вот, промочила, и я думаю, несколько дней мы поливать совсем не будем, потому что залить это еще хуже, чем засуха. Сегодня у меня была снова стирка. Я пытаюсь же как-то все стирать, но пока есть возможность, пока хорошая погода, пока солнышко, нет дождика, нужно как-то убирать в доме, приводить в порядок окна. Машинка настирала, мы воду повыносили, пока поразвешивали. А вы же понимаете, шторы, гардины, это все достаточно, ну такое, длинное. Это все надо совместно развешивать, не в одиночку. В общем, развесили, ну и побежали мы в магазин, то набрали воды, то это самое, в общем, вот так вот день и прошел. Ну, а сегодня еще ко всему прочему, Харьков обстреляли. Обстреливали, обстреливать стали с самого утра. Первый взрыв, такой обстрел, я не знаю уж чем, был в пять с чем-то. Собственно, что нас и разбудило, потому что форточки открыты, мы стараемся форточки до конца не закрывать. Ну, окна старые я вам показывала, ну, вы же понимаете, чтобы хоть как-то, как говорится, если уже где-то идет взрыв, чтобы взрывная волна не повыбивала, что можно. Потом, чуть позже был еще взрыв, один, второй, это уже было около 12. И так в течение дня, потом еще где-то часа в четыре, вот, и так с периодичностью взрывы были. Куда прилетало, честно, я не знаю. Новости мы сегодня одним глазом как-то смотрели, потому что, ну, все равно надо, сказали, по инфраструктуре попали. Наш городской голова сказал. Ну, в общем, короче, сегодня напряженный день. И жалко, конечно, людей пострадавших и вообще куда попали. Но очень близко было. Я так понимаю, что это, скорее всего, где-то было в соседнем районе, если даже не в нашем. Не могу сказать. Но слышно было очень крепко. Сегодня думала помыть очередное окно, поскольку у меня их не одно, а их много. Но после вот этих взрывов, которые были, обстрелов, я как-то, знаете, фобия какая-то появилась. И я решила сегодня не подходить к окну. Ну, разве что, может быть, под вечер помою совсем маленькое окошко, которое у нас находится в ванной. Ну, если, конечно, у нас не будут шастать соседи и заглядывать. Вот, ну, посмотрим. Ну, а так, большое пока пусть оно постоит. Хотя я с него сняла и шторы, и гардины. И решила, думаю, пусть уже как-то все равно нужно приводить в порядок окна. Но сегодня как-то немножко руки не стоят к этому. Какой-то страх, какой-то боязнь такая. Ну, в общем, вы меня понимаете. Что касается огорода. То у нас на огороде была засуха, мы каждый день поливали и поливали. То теперь огород так залило, что туда теперь зайти невозможно. После вчерашнего дождя, который я показывала, собственно, и в трансляции, и просто в видео вчерашнем, я думала, что за, ну, может быть, за вечер, за ночь как-то немножко земля уже станет суше. Но нет. Земля, сегодня утром мы проснулись, земля мокрая, залито все. И даже после сегодняшнего, вот день близится уже к завершению, пошли мы на огород, посмотрели, все залито, вот просто. Какой вчера ливень был. То есть, я думаю, сегодня, завтра, может быть, даже послезавтра, учитывая еще температуру, то, что сейчас не жара, не плюс 35-40, а всего лишь плюс 25-26 градусов, все залито и поливать пока не надо. Ну, что, сегодня я вам покажу нашу тарелочку. Это не жареная картошка, это картофель, запеченный в духовке. Сегодня мы решили, ну, что оставалось делать. Нужно как-то чередовать даже блюда из картофеля. Поэтому, сегодня решили, это молодая картошка, помыли хорошо, порезали. Дальше я разложила на противень, взяла приправу, какая у меня была. А была у меня приправа к курице. Взяла немножко растительного масла, и масло с приправой и с картофелем все тщательно перемешала. Также немного посолила для того, чтобы придать вкус блюду. И запекала где-то 30-35 минут при температуре 200 градусов в духовке. Получилась картошечка такая, получилась очень даже вкусная, не жареная, она в меру, знаете, как притомленная. В общем, вкусно получилось. Мы с большим удовольствием сегодня это съели. Также в картошечке решили сделать салатик. Не знаю, существует ли такой салатик, но мы его сделали. В магазине купили мы огурчики. Оставалась у нас капусточка. Капусточку нашинковали, огурчики нарезали. Добавили, как вы видите, помидорчики. Это уже свой урожай, который я уже показывала. Дальше еще репчатого лука добавили. И заправили все растительным маслом. И немножко посолили. Ну, кто хочет, добавляет и чесночок. Но нам с Полиной чесночок не очень-то можно. Вот такое вот у нас сегодня вкуснота получилась. Всем приятного аппетита! Ну, чтобы я не была голословной, посмотрите, как залита вся земля. Сегодня мы с Андрюшей немножечко поснимали еще зеленые помидорки. Поскольку, боюсь, что помидоры сейчас интенсивно будут напитываться влагой. Ну, сняли помидорки для того, чтобы они хоть как-то доспели уже на столе. Помидорки, как вы видите, два таких красноватых, уже два зеленых. Но, боюсь я, чтобы они не полопались. Помидорки, по мере возможности, буду, конечно, срывать и вот так вот сверху накрывать белой тканью. Я думаю, они так быстрее доспеют. Так, ну что, покажу вам виноградик. Виноградик, конечно, налился. Но, конечно, кушать его еще рановато. Это тот, который кислее. Это виноградик, тот, который слажен. Я думаю, он будет сочный на момент начала сентября месяца, когда обычно мы собираем урожай. Посмотрим. Покажу вам розочку. Очень красивая. Только расцвела. Это из тех, которые у меня еще привиты на шиповник, и которые пока еще не выродились. Вот, пока солнышка такого яркого и испепеляющего нету, поэтому вот сегодня расцвела она, как раз, наверное, после дождика вчерашнего. Вот такая вот красота. В общем, все я вам рассказала. Сегодня как-то такое сумбурное видео, и день сегодня какой-то более чем странный. и, скажем так, нерадостный. Ну, в общем, сейчас уже вечер. Буду монтировать и дальше делать, то, что получится за сегодня. Ну, а всем сегодня мирного вечера, мирной ночи. Держимся. Нам ничего другого не остается. И продолжаем делать свои дела, которых очень и очень много. В общем, держимся. И всем пока. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok